Всем привет друзья! И сегодня я предлагаю приготовить блины по рецепту одного из самых легендарных и известных кондитеров кулинаров Франции Пьера Эрме. По этому рецепту блины получаются по-особому нежными, эластичными. Посмотрите какие они замечательные сегодня у меня получились. Итак, давайте приготовим их вместе. Для приготовления блинов я сегодня возьму уже просеянную муку, яйца, молоко, сахар, ванильный сахар и также мне понадобится сливочное масло. В начале приготовления блинов сливочное масло необходимо растопить и дать ему остыть обязательно до комнатной температуры. В миску разбиваем 4 яйца, добавляем сахар и немного массу взобьем. Взбивать буду сегодня венчиком. Ко взбитой яичной массе я добавляю порциями муку и продолжаю взбивать. Музыка 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 Затем добавляю ванильный сахар. Вливаю растопленное сливочное масло. Музыка Размешиваем все. Музыка 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 И порциями вливаю молоко. Музыка 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 Теперь этой массе нужно дать постоять хотя бы час. Сегодня смесь для блинов простояла полтора часа и жарить блины буду на подсолнечном масле. На сковороду наношу кисточкой подсолнечное масло. Музыка Музыка Особенностью этих блинов есть то, что при жарке они образуют характерный для них хрустящий краешек. В процессе жарки я смазывала поверхность сковороды подсолнечным маслом только для первого блина. Однажды на вопрос, как бы вы определили свое ремесло, Пьер Эрме ответил, для меня выпечка как вид искусства, она также передает чувства как музыка или живопись. Это вечный творческий поиск. А от себя добавлю, готовьте всегда с любовью, готовьте всегда с удовольствием. Всем пока-пока, увидимся.